Квест по правилам дорожного движения прошел в городе впервые. Инициатором мероприятия стала гимназия номер 9. Каждая из восьми команд получила маршрутные листы, чтобы пройти игровые этапы. Мы собрались на городском методическом объединении руководителей отрядов юных инспекторов дорожного движения. И решили, чтобы вот как-то эту проблему обозначить в городе детского дорожно-транспортного травматизма. Мы решили, что каждая школа проведет вот такое одно мероприятие. И в целом этих мероприятий будет 8 или в лучшем случае 9. Элемент соревнования добавил пятиклассникам азарта. Ребята с энтузиазмом включились в игру и старались выполнить задания быстро, четко и правильно. Дорожные жизни, без сомнений, знания и правила дорожного движения. На станции доктора Айболит было необходимо оказать первую медицинскую помощь. Сначала дети получали теоретические знания и лишь только потом приступали к практике. Юные инспектора дорожного движения зарабатывали балл, отвечая на вопросы, участвовали в аукционе правил и соревновались в вождении транспортного средства, велосипеда. Я считаю, что данные мероприятия, которые проводятся в нашем самом городе для пропаганды безопасности дорожного движения, они очень хорошо стимулируют нас, преподавателей, детей, изучение правил дорожного движения, понимание ситуации на дороге. Когда ребенок бегает, смотрит, у него, во-первых, идет спортивный интерес, а во-вторых, он уже изучает правила дорожного движения, повторяет, осознает то, что ему необходимо. Как в сервисе быть нормальным пешеходом, водителем. Проблема детского травматизма по-прежнему остается серьезной и актуальной. Как свидетельствует российская статистика, за 7 месяцев этого года количество погибших в дорожных авариях детей выросло более чем на 7%. Поэтому профилактика дорожного травматизма, обучение безопасному поведению на дорогах в игровой форме, поможет детям стать грамотными пешеходами, а в будущем и образцовыми водителями. К мероприятию подключились и старшеклассники 9-й гимназии, ставшие дежурными по станциям на территории ПДД. Это у нас в основном волонтеры, которые сами вызвались, но, конечно, мы им предложили, они с удовольствием берутся за любое дело. И, в принципе, кто на какой станции находится, они именно в этом ракурсе уже асы. Из восьми команд, участников городской игры квеста, лучшими стали учащиеся школы номер 4. Они получили сладкие призы и грамоты от компании Курьер Плюс.